Система записи на прием внедряется в Леневской поликлинике, и это только один из шагов на пути к повышению качества оказания медицинских услуг, заверяют медики. Практика записи на прием к врачу началась в Леневской поликлинике еще в прошлом году. Речь о приеме участковых терапевтов и педиатров, а также узких специалистов лечебных учреждений поселка Искитима и Новосибирска. В этом году предварительная запись на прием становится обязательным условием. На данный момент у нас есть следующие варианты записи, что к педиатру, к терапевту, что к специалисту. То есть это единая электронная регистратура. Пациенты звонят по телефону 124. Звонки принимаются, желательно, чтобы вы звонили в 7.30, 7.30 до 9 часов звонки принимаются и проводится запись. Если вы будете позже звонить, то вероятность того, что вы попадете именно в этот же день, либо на следующие, ну, естественно, она становится намного меньше. Поэтому желательно вот в эти часы вам звонить. Оператор единой регистратуры производит запись в соответствии с графиком работы специалиста, закрепленного за адресом пациента. Далее по привычной схеме. Придя в поликлинику, необходимо обратиться в регистратуру, где персонал сделает необходимую отметку в амбулаторной карте и определит ваш путь следования к специалисту. Вторая форма, как можно записаться на прием к врачу, это создать личный кабинет на сайте госуслуги. Пожилым людям, которым трудно общение с интернетом, мы предлагаем так. У всех есть родственники, есть внуки, есть дети, которые владеют этой информацией, они могут вам помочь в создании личного кабинета. Есть еще один вариант. Вы можете обратиться в центр МФЦ администрации рабочего поселка. Часы приема с 8 до 17 часов сотрудники также пойдут вам навстречу по созданию личного кабинета. Третий вариант записи на прием – звонок непосредственно в регистратуру поликлиники во второй половине дня. Есть возможность попасть на прием и без записи. В оказании медицинской помощи отказать вам не имеют права. К узкому специалисту вы попадаете либо по направлению от терапевта, это лор, это невролог у нас, окулис, хирург и гинеколог вы попадаете в тот день, когда вы обратились, то есть по жалобе, без предварительной записи, без предварительного направления от терапевта либо педиатра. Новая система пугает и путает население, однако нацелена она напротив на создание удобства как для пациента, так и для врача. Все наши жители, какая-то часть, они, конечно, в недопонимании и возмущены тем, что да, что они считают так, что если они сегодня пришли, то они должны попасть к любому специалисту. Но для того, чтобы вам было удобно, без всяких нервотрепок, вы со спокойной душой либо звоните по 124, либо вы записываетесь, не выходя из дома, и приходите в тот день, когда вам удобно. К терапевту, к педиатру вы попадаете либо в этот день, либо на следующий. А без звонка, без предварительной записи прием не будет? Прием будет. Ну, то есть вы поймите, что весь прием врача мы пытаемся распределить, чтобы было удобно и пациентам. То есть пациенты есть, которые обращаются и первично, есть пациенты, которые приходят и повторно. И поэтому, чтобы как-то разделить потоки, мы стараемся разделить свой прием по времени, чтобы никто нигде не пересекался, стараемся мы, как у нас пока получается, мы стараемся по времени. То есть одна из нас из проблем – это что? Пациенты все желают прийти именно в то время, когда они захотели. Вернее, как? Неправильно, может, выразилось? То есть если пациент записан на 12 к терапевту, он желает в это же время и попасть. Но не всегда это получается, потому что мы не можем заранее запрограммировать свой рабочий день. Бывают люди приходят, кто-то с острой патологией, кто-то с неотложкой, кто-то с травмой. Естественно, мы преимущество даем тем людям, которые вот именно по неотложным состояниям. Нововведение на финише должно представлять собой совершенную систему, где возле кабинетов нет очередей и ожидание попадания внутрь не затягивается на часы, где идет раздельный прием больных, выздоравливающих и тех, кто только спросить. Система записи на прием, говорят медики, лишь один из шагов на пути к повышению качества оказания медицинских услуг. Еще один шаг – участие Леневской поликлиники во всероссийском проекте, который называется «Организация бережливой поликлиники». Бережливое производство или бережливая поликлиника включает в себя организацию работы таким образом, чтобы не было потерь ни со стороны пациентов, ни со стороны медицинского персонала. То есть нас призывают организовать нашу работу так, чтобы было работать удобно доктору и уделять больше внимания пациентов. В этом году у нас запланировано перестроить нашу детскую регистратуру и организовать места, удобные размещения для пациентов. У нас внизу уже ведется работа на первом этаже, как во взрослой регистратуре, так и в детской регистратуре размещены листы проблем и предложений. То есть в этих листах вы можете отразить те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, посещая поликлинику ежедневно. Это может касаться абсолютно любых направлений, как регистратуры, как приема и как всех необходимых обследований. И точно так же вы можете внести свои предложения. Все эти листы мы еженедельно отслеживаем, выбираем проблемы и начинаем работать, составлять какие-то алгоритмы, чтобы решить данную проблему. Мы надеемся, что по окончании этого проекта у нас будет очень хорошо работать и вы будете довольны посещением нашей поликлиники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова